всем привет друзья это youtube канал дар инк меня зовут дмитрий рябов и сегодня мы с вами отправляемся в очень интересную компанию с необычной историей эта компания имплантационная компания altracore biomedical и едем брать интервью с основателем создателем этой компании саше смирновым ставьте лайк авансом я уверен что вам понравится сто процентов понравится сейчас небольшая заставочка и вы поезжаете прямиком в это интервью ну что друзья всем привет еще раз мы приехали в офис компании altracore biomedical сейчас ждем должен подъехать александр и мы тогда начнем записывать интервью с александром как а вот кстати александр как раз я вот снимаю доброе утро 1 сразу с корабля на бал сразу привет ребята меня зовут александр смирнов я в этой жизни генеральный директор альтро корба медика мы сейчас заходим в наш офис сейчас посмотрим что происходит сегодня суббота какое июня какой-то июня какой-то июня какого-то года 21 года я знаю планета земля это точно мы определились у нас сегодня проходит очень на самом деле интересный курс практически доктор артем башурова он очень талантливый интересный творческий парень мы сейчас одним глазом взглянем что них там происходит там небольшая такая практическая группа но и потом обо всем поговорим окей пойдем мы здесь какие-то вещи заделаем так по творческому и активному здесь должны быть одни голубые не розовые они розовые оранжевые крылышки чтобы как он в компании здесь наши ребята другие сидят очень талантливый мой друг дима он делает в россии на заказ супер крутую мебель всякую и вот у меня такой шоу-рум вместе с нами рядом а здесь мы наши девочки весьма их поймали здрасьте здрасьте общение на рода очень неудобно это твой кабинет ну не особо у нас здесь нет сейчас такого мы не делаем каких-то ты знаешь я давно отошел то есть отвечать как вот времени да я как бы не я когда работал в большой корпорации у меня не было такой темы блин что я в кабинетах сидел но это как бы не моя история вот а у нас сейчас сделано так что у нас места мобильные можно прийти сесть вот пожалуйста тебя комната никого нет приходи садись ты можешь подключиться к экранам ну смотри где тебе надо сидеть ты можешь закрыться что никто не мешал на открытые места есть но очень по-разному ну что подождем александр выставляю все камеры немножко пообщаемся саш расскажи вообще как как ты оказался стоматологической вообще тусовки потому что я вот покопавшись в твоей биографии то что я смог найти у тебя такой очень интересный путь изначально был вообще не связан со стоматологией не был связан да то что я нашел самое такое интересное для меня это было то что ты вообще начинал работать спортивным журналистом да да это правда вот можешь начать вот с этого момента и как-то оказался вообще слушай ну да но я вообще спортом занимался как бы достаточно долго и я был уверен на что я буду футболистом я очень любил футбол и я закончил олимпийского резерва училище здесь у нас прям вот недалеко мы сейчас в ту сторону как раз надеюсь пойдем погуляем мы конечно до стадиона до моего не дойдем но я закончил в лужниках олимпийское с дюшор называется детско-юническая школа олимпийского резерва вот и я вообще мечтал быть футболистом конечно всегда и у меня все мысли были об этом и я сейчас за футболом слежу конечно не так как раньше болею за московский спартак да для меня это очень важный момент потому что спартак по-разному воспринимали потому что он очень много выигрывал в девяностые но по большому счету спартак это не то что там игра да это философия да это не только выиграть но выиграть через красивый футбол то есть это совсем другая как бы история чем многих других команд у меня вот эта вот философия сохраняется и то чем у нас в школе учили я тоже как многие очень вещи помню то что мне спорт очень помог ну вот а потом как бы я когда со спортом завязал то что я закончил школу в девяносто году но это конечно был трэш да то есть было очень очень сложно куда-то нормальное место пойти чтобы тренироваться чтобы играть меня приглашали выезжать в китай в германию но я был совсем молодой парень 90-е я вообще не честно говоря такой потерянный был в китае тогда вообще было не представляю как ехать вот но они мне предлагали сумасшедшую зарплату тогда в 10 тысяч долларов это деньги были которые лучшие игроки в спартаке получали и когда у нас от трансфер не произошел тренер моего конечно все трагедии было на этот счет но тренер очень крутой человек был царство ему небесное николай иванович ковылин вот а потом в германию меня приглашали когда понял что никуда не поеду пошел уже учиться и еще чуть поиграл в любителях я взял своих друзей мы пошли есть такая футбольная команда любительская кунцева газа которую федор членков легендарно играл вот мы там за год по собрали там хорошую команду выиграли любительское первенство москвы ну для нас это несложно было ну вот а потом как бы я попал на телевидение я уехал учиться у меня был второй язык датский в университете я уехал в дании учиться вернулся и попал как бы по пошел работать на телевидении но это как я был бывшим спортсменом не хотелось ближе к спорту быть я проработал два с половиной года практически на нтв на нтв плюсе на футболе на спорте мы делали всякий про классная была там команда там были бы руководители были бурков с дмитриевой вот и я работал в футбольном клубе у василия уткина ну а потом а потом со мной произошла такая история я не знаю надо рассказывать потому что есть такие вещи не рассказать не прикольно будет короче меня вася уткин познал на день рождения мне было на налет это уже интересно да 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 мне было лет 20 мы поехали этот день рождения отмечать где-то за городом где-то в переделкино что ли я взял с собой девушку тогда свое вот а девушка у меня была из такой как бы состоятельной очень семьи и так далее и мы вот там ходим и я нам показываем этом футбол играли шашлык какой-то жарили она гигаре вот этот журналист вот это журналист журналист он меня потом так послушал это партии словами так смотрит саш ты не сказать ты чё саден дурак что ли я горю в каком плане она говорит ты вообще чё с этими людьми делаешь я как чё с ними делал это журналисты известны а мы гады какие журналисты они типа за 500 долларов работают условно дуют щеки что их там пару раз в неделю по телевизор показать еще вот такой жизни все хочешь я и сказал что типа ну ты дура там конечно и так далее так далее да но по факту как бы я задумался и потом я понял как бы что это вообще не моя история потому что два фактора было во первых как бы ты это же разное быть спортсменом и ходить за кем-то с камерой но вообще вещи несопоставимые да во первых а во вторых как сказать это такая работа то есть ты что-то произвел да какой-то материал ты с ним мучился мучился его две минуты показали все ну как бы не моя тема вот я когда ушел оттуда у нас у семьи у нашей есть и было есть друг и он один из лучших наших стоматологов терапевтов правда да а тогда он был вообще как бы вдалеке далеко оторвался от всех остальных и самыми современными материалами методиками работал есть такой сергей григорьевич сапожников он на самом деле крутой человек и как человек и как доктор очень крутой вообще во всех смыслах и он пришел к нам домой а я ждал я должен был пойти на работу в роснефть причем роснефть была маленькая компания они набирали людей с октября или ноября они говорят у нас то какие-то процессы вот сейчас будет типа осень придешь на работу я думаю ну классно а денег особо не было потому что я у родителей с третьего курса деньги вообще не брал и я соответственно дома там находился а работал в компании которая занималась обучением иностранным языкам то есть у меня же как бы по первому образованию переводчик и у них были курсы там в разных местах москвы эти курсы там менеджерил так сказать помню что продал контракт большой федерации фехтования россии вообще тоже история конечно ну ладно и я и я значит сижу дома приходит сергей григорьевич у меня одновременно происходит два процесса во первых как бы у меня друзья все мои вместе моя девушка уезжает отдыхать на юг я как бы один сижу в москве денег нифига нету работаю в этой блин компании который курсами занимается я понимаю что фигня полная тут приходит сергей григорьевич видит меня там мама типа спрашивает а он что-то болтается она говорит но он видишь ходит ждет когда его на работу устроит типа ты отправь его там какие-то американцы открывают компанию типа они его жизни научат что это такое и так далее я пошел туда на собеседование в общем за два дня я что сделал я пришел на собеседование в эту компанию компания называлась чикасский центр современной стоматологии была маленькая компания которая первая в россии делала курсы и продавала всякие товары таким международного формата международного класса то есть мы продавали у нас там например гладилка стоил 30 долларов а все пользовались гладилками по три доллара казанскими замок казанского завода этими ужасными вот я пришел туда но естественно а у меня в семье много врачей достаточно именно в семье я как последнее что я хотел делать это медицина потому что я все время слышал когда там родители с родственниками сидели за столом то все время был какой-то трешняк они говорили вот там блин там пациенты не пациенты больные пациент нет больные там главврач начмед одни проблемы я думаю блин ну кровь ну вот это как бы фигня точно для меня а тут происходит такая история я прихожу и начальник мой первый вот такой в этой в этой жизни да и у меня очень много мы на самом деле научил им до сих пор очень благодарен хотя он конечно очень такой он сам по себе яркий человек и поэтому он конечно ну такой сложный непростой да но я ему еще раз хочу сказать очень благодарна александр островский есть который сейчас квинтэссенцию да возглавляет у нас тогда да да можем к нему зайти он будет рад нас видеть вот и я прихожу на собеседование я с ним поговорил 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 и я ему говорю блин такая интересная работа все и на все готов но у меня одна просьба есть он говорит какая я говорю а можно я сейчас типа вот я только закончил обучение я съезжу в отпуск вернусь и выйду на работу он так посмотрел на меня но видимо я на него произвел как благоприятное впечатление они дают ну хорошо типа ладно чувак давай иди отдыхай и вернись он не дал какие-то журналы с собой прочитать медицинские стоматологические dentistry today какие-то распечатки я пока к метро шел у нас офис был на 1 тверской омской я думаю я сюда точно не вернусь я эти все журнал нафиг выбросил мусорную урну ну естественно да и у меня была задача уехать отдыхать вот у меня какая тема была значит я в один день взял расчет на старой работе устроился на новую продал свой диплом по дороге как бы на вокзал да не на самолет на вокзал купил купил последний билет понимаешь меня до опыта такого не было я прихожу а я просто попал в тот момент когда уже было перед поездом видимо и они открыли билет вообще не было и уехал мы поехали куда-то блин геленджик или в какое-то такое место уехал отдыхать вот моя история устройства на работу приехал через 9 или 7 или 9 дней была выставка первая стоматологическая саша меня чуть не тренировал мы пришли на эту выставку я там продал на на объем инструментов полугодовой или какой-то помню огромную партию продал в караганду этих инструмент как не знаю ну и вот я посмотрел думаю прикольная тема вообще и как бы и в компании как бы оценили то что я делал поэтому вот все закрутилось это новодевичий монастырь с прудом вообще как бы я вот эту часть москвы обожаю просто тхамовники мои любимые и я прямо когда я очень мне свое время научили что надо жить ближе к работе я всегда когда есть возможность я пешком иду из дома на работу не теряется кажется душа радуется такое наше историческое место вот там мой стадион лужники где я футбол играл вот если вот так чуть развернуться там будет мой институт на старте я учился школа моя чуть там через реку дальше ну я считаю что москва это один из лучших городов вообще который есть нас есть даже такой проект в новой жизни называется designed in moscow потому что мы знаем что made in russia если мы на чем-то напишем это никто никак не купит а москва все знают что это супер мегаполис мировой да и поэтому как apple пишет на своих телефонах design in california да мы на каких-то некоторых своих товарах уже готовы написать designed in moscow вот это мечта такая и кстати на логотипе точная копия бойца именно бойницы именно новодевичьего монастыря не кремля а новодевичьего монастыря то что это место это сердце прямо российская медицина то началось именно с этого то есть с этого началось да я как бы втянулся в эту историю просто не раньше как бы понравилось и чем меня привлекло что тебя как бы результат очень видны стоматологи они вообще этого не оценивают то есть огромное количество индустрии вот ты что-то делая сделаешь вот например ты снял какой-нибудь репортаж мы сейчас про журналистику говорили ты его снял ты там кучу времени мучился ты его как бы например выпустил тебя может быть реакция может не быть можно как повлиял не повлияло а здесь какая конкретная история ты научился хоть новую манипуляцию делал дик пришел клинику начал доделать сразу результат видишь или ты например провел какой-то курс люди например начали какую технологию использовать раз тоже результат мне это очень привлекло во-первых а во-вторых понимаешь я был человек не из этой области я многие которые вещи увидел то есть я от них просто офигел по-другому не скажешь то есть мне саша островский гайд ягода чё почитать можно он говорит там петра спечатки мне дает игра книжка какая-нибудь а книжек нет я как нет он говорит ну так типа книжек у нас нет у нас все книжки которые есть это трэш вообще там как бы и вообще и я как бы конечно в шоке был от этого дела ну как может в такой индустрии вообще не быть книжек да это ну а выяснилось что не книжек нет ни информации вообще ничего современного как бы нет и я тогда ну я наверно это прямо глубоко не осознавал но внутренне я чувствовал что мы находимся как бы на вот таком каком-то переломном этапе развития до нашей области и меня конечно это захватило увлекло мне хотелось участвовать вот в той истории которую мы делали тогда мы привносили новые технологии у нас было все мы были очень так американизированы я бы сказал мы читали все время американские книжки журнала литературу и мриду наша начальница когда она приезжала мы всегда ее ждали что она нам привезет dentistry today вот эти все журналы мы их начинали читать обсуждать очень крутое время было мы с утра собирались у нас была маленькая комната там был саша островский я макс плющев анька свирь аня терехова вот у нас была наша сайлс команда да и сейчас все как-то работают до сих пор много лет в индустрии вот и мы там у нас была эта кофеварка американская с фильтром мы заваривали кофе пили с утра кофе что у нас был непривычный нас все растворим и помнишь кофе пили этот советский жуткий вообще вот и начинали какой-то там день по встречам ходить и так далее так далее потом я помню что саша мне устроил такую проверочку он наверняка этого не помнит саша если будешь смотреть я все помню хорошая проверка была он мне говорит будет конгресс квинтэссенции это квинтэссенции вообще не знал что это такое но естественно он не говорит нам пойти наши буклеты раздать я думаю ну чё задача в принципе плевая пойду раздавать буклет взял буклеты прихожу конгресс был где-то на старом арбате захожу в здание захожу внутрь и тут я понимаю что конечно как бы по ходу попадос но потому что ситуация такая что там идет конгресс там какие-то выставлены люди выставка такая примитивная наши эти столы там все стоят ну как бы ярмарка наш как мы любим вот и ну как ты там будешь буклеты раздавать да когда там явно что есть какие-то люди которые все это организовывают и так далее нам чаще делать выбросите эти буклеты типа в ведро скачу раздал потом думаю не но это как-то неудобняк что обманывать надо как-то попробовать выкрутиться я сообразил сейчас обед будет и пока они шли спускались на обед там такая лестница была с несколькими лестничными проемами понимаешь я когда они начали с обеда выходить стал на верхний проем потом там через несколько минут пока не дальше шли спустился ниже спустился ниже пока не увидишь кто-то что-то раздает начался кипиш я уже вниз спустился последние буклеты раздал ну и все и ушел типа прихожу в офис они мне говорят ну чего типа я говорю ну нормально все раздал да да говорю конечно раздал и чуть никто ничего не сказал нет нет ну вот такая тема и меня все это увлекло мне потом далее питер потому что питер был вообще мертвым городом у нас там ничего не получалось и далее российские регионы все после урала и тоже нас там вообще ничего не было нас был один клиент хабаровске все потому что тогда все другие времена были мы когда хирургический набор продавали мы с клиентом шампанское пили то есть для нас это такое вообще был ну знаешь это был символ того что ты как будто перешел черту даже ты готов заплатить большие деньги хирургический набор стал четыре или пять тысяч долларов то есть просто надо было пятерку заплатить чтобы иметь хирургический набор и но это были огромные деньги по тем временам да и когда человек делал какой-то такой ход это был был знак до того что он как бы понимает, да, что это как бы он переходит в какую-то другую, другую какую-то касту, что ли, да, ну или что-то такое. Вот, и за Уралом у нас вообще ничего не было. Я поехал во все эти города, первый, да, туда сначала сам, знакомился с людьми, ну и поехал в Питер. В Питере у нас был один или два клиента, которые ничего не делали. Ну, а я был очень увлечен. Я был в Питере, когда еще студентом был. Ну и Питер, конечно, вообще другой был. Там было все очень своеобразно. Эти кафе были, где они колбаски продавали с луком, типа, питерские такие темы. Конечно, сейчас такого вообще ничего нет. И город был вообще пустой. Невозможно было на такси. Никаких такси нет. Доехать никуда невозможно. Если там тебе надо куда-то доехать, надо голосовать на улице. Ну, в общем, как бы. Ну, крутые времена были, очень крутые. Я жил, там было, было общежитие института имени Герцена, гуманитарный институт на Казанской улице. У них было такое общежитие для, ну, типа, типа гостиницы, да, ну, гостиница, да, для профессорского пребывательского состава, кто приезжал там в командировки какие-то и так далее. Вот я там жил, приезжал каждую неделю, я два-три дня был там. И вот начал знакомиться с городом, с Питером, работать в Питере, в регионах. В общем, крутые времена были. Вот такая тема. Что было дальше? Дальше что было? То есть сколько это все по времени продолжалось? Слушай, у меня на самом деле было стремительно достаточно развитие карьеры. Я пришел в 2001 году с Элзом, я начал работать с Питером. Я быстро сообразил, что если стоматолог даже, как бы, имеет хорошие мануальные навыки, да, это абсолютно не гарантирует успех. Я понял, что стоматологи вообще ничего продавать не могут, потому что их этому не учат. Я подумал, где там можно поучиться, да. В Европе этого ничего не было, в Америке было. Я чуть поучился у, там, что-то почитал, что-то послушал у американских маркетологов, которые занимались вот этот dental practice management, вот эта вот вся тема. Там было несколько таких известных людей. Был Пол Хомали, потом Роджер Левин и Сара, Сара, Сара. Женщина была Мак. Блин, не вспомню. Вот она старость. Не помню. Короче, я у них поучился, я приехал обратно, я ей говорю, ребят, такая тема. Окей, там, имплантаты, вы считаете, дорого, недорого и так далее. Давайте как бы так. Мы не просто вам имплантаты продадим, мы научим, как их продавать. Ну, естественно, что мне большинство мест дали от ворот по ворот, но в Питере тогда была только-только начинающая развиваться сеть клиник с Тома. Я познакомился с их директором. У них были хозяева, братья, несколько братьев. Я познакомился с Павлом Николаевичем Васильевым. Они с Америкой взаимодействовали. То есть то, о чем я говорил, им было как бы более понятно, потому что как бы для остальных людей это было все абракадабра. Они говорили, а, американщина, у нас все это не работает, как бы, и так далее. Вот. И они говорят, ну окей, давай попробуем. И был там Саша Герасимов, такой доктор. Мы с ним, вот он, наверное, первый человек был, с которым мы что-то начинаем делать. Я начал им делать такие как бы тренинги, да, как правильно продавать услуги, что такое визуализация, почему пациент не понимает. И я тебе хочу сказать, что 20 лет прошло, проблемы вообще все те же самые, да. Уровень другой, но проблемы вообще те же самые. И я до сих пор как бы похожие вещи время от времени делаю для своих клиентов. Ну да, мы с этого начали, и, конечно, у нас все это дело взорвалось. То есть первые были люди, кто нам поверил. Мы с Сашей начинали, он был на вообще старой машине, у него был Opel, я помню, да. Мы ехали зимой, я держал пассажирскую дверь, потому что она там чуть примерзала, плохо закрывалась. И потом мы все начали работать, естественно, пошли деньги. Мы начали правильно это дело продавать с дома. До того момента, как я уехал из России, была одним из крупнейших наших клиентов в предыдущем месте работы. Вот. И потом начали подключаться новые клиники, пошла у нас дверь. Саша поменял себе машину, купил нормальный автомобиль. Ну вот, вот, такая вот тема. То есть я с 2001-го по 2003-й год был сезоном. Потом я два года работал key-аккаунтом, отвечал за ключевых клиентов России. Потом я в 2005-м году я стал сейлс-менеджером, то есть коммерческим директором. В 2006-м году пришел Нобель, купил как бы ту часть чикагского центра, вышел, открыл напрямую представительство. Я перешел коммерческим директором к ним. В 2007-м году со мной происходит такая тема, что в конце года моя начальница, которая была собственницей бизнеса и продавала им бизнес, она была обязана несколько лет отработать, и она уходила. И я как бы, тогда был у нас президент Нобеля, вице-президент Жак Гутедель. Я ему говорю, ну либо вы меня типа назначите генеральным директором, как бы, ну это логически получается. Он говорит, Саша, ну это не может быть, тебе 27 лет, не может такой молодой человек быть генеральным директором в нашей компании, с нашими традициями. Я говорю, ну это пофигу, тогда я уволюсь, но зачем мне это нужно, да, я буду займусь чем-нибудь другим. Они меня назначили генеральным директором, но как я потом узнал, как бы, продолжали поиск, подбор персонала. Потому что они, видимо, думали, что 27 лет, что я не справлюсь, это короткий промежуток, а такое, дело, только дело времени, да. И я назначили, чтобы я не ушел, не разрушил все, потому что у нас там было мало народа, и у меня были все контакты клиентов и так далее. Но я этого не знал, я энергично приступил к делу, и в итоге мы в 2008-2009, в общем, до того момента, как я уехал, из типа шести лет, что я здесь в России проработал, мы были пять лет их лучшим представительством, и пять лет подряд. И год мы были, по-моему, один год мы были вторые. То есть это в истории компании никогда такого не было, и я думаю, что больше уже не будет, точно, да. У нас взорвался бизнес, то есть когда я бизнес взял, в начале 2008 года у нас был оборот, что-то около 30 миллионов рублей, а когда я уезжал, у нас был без подробностей, но оборот, значительно больше миллиарда. На маленьких штучках-дрючках, без каткама. Каткам нам не дали тогда сделать то, что я хотел сделать. То есть дали, я думаю, что было бы больше нескольких миллиардов точно. Вот, у нас взорвался бизнес, у нас была молодая команда. У меня было, на самом деле, знаешь, такие две-три мотивации. Сначала я хотел технологии привести, раз. Потом, второе, я хотел всегда построить чистый бизнес. Я никогда не давал взятки, никогда. Я никогда не договаривался ни с какими госорганами, никогда. Не потому что я не мог бы этого сделать или потому что я там всех осуждаю, да, но для меня это была принципиальная позиция. Я говорил так, ребят, мы обыграем всех и сделаем это в чистую. Вот мне прямо вот так вот хотелось. Тогда у нас была такая история, это начало 2000-х, все там кэш, доллары. Мы говорим, ребят, мы не будем дарать доллар, никакого кэша, без наличной платежи, только рубли. Сейчас это кажется смешно, да, что здесь такого. А тогда это вообще была огромная проблема, потому что, когда мы начали это делать, ну, другие компании, естественно, об этом узнавали. И они как бы своим дилерам, дистрибьюторам говорили, ребят, что за вообще фигня, почему эти ребята могут, значит, вы тоже можете. А для всех это была огромная проблема, потому что, конечно, когда вот такие вещи можно крутить, мутить, там, всякие вещи делать. И я помню очень хорошо, что я там ходил по выставке, со мной вообще никто не здоровался, из коллег, потому что, ну, это как бы была вот такая тема. А третья история, это, конечно, мне хотелось как бы доказать, что мы, знаешь, в России что-то можем. Потому что я, когда первый раз столкнулся с этим, ну, над нами, конечно, смеялись все. Нам говорили, эстетическая стоматология в России. Аааа, да ладно, вы русские типа. Ну и, конечно, я думаю, блин, нифига себе вообще, что такое. И вот хотелось так вот сделать. И в итоге мы были лучшим представительством их. И более того, те практики, которые у нас здесь были, у нас было две основных программы. Сервис уровня 5 звезд и создание партнерских взаимоотношений с клиентами. Обе программы в итоге компании были на глобальном уровне имплементированы. То есть то, что мы здесь придумали, было во всех офисах распространено. В Канаде, в Японии, в Америке. Для меня это, конечно, был, ну, очень крутой ачивмент такой. Я прямо, ну, это была гордость большая. И не очень положительное отношение было, откровенно говоря, к русским. Ну, как всегда, да. Но в итоге как бы мы смогли это поменять. И я вообще, знаешь, какая тема? Я всегда себя считал селзом. То есть я никогда не считал себя там директором, руководителем. Я считаю, что это как бы неправильная вообще философия. То есть ты должен как бы себя, ты должен быть профессионалом в своей области. Потому что, значит, тебя уважать никто не будет. То есть тебя будут уважать просто потому, что ты директор. Ты кому-то зарплату назначаешь. Не то, к чему я стремился. И у нас был такой момент очень интересный. Мы когда первый раз выиграли при работе в Нобеле, да, страну года. Ну, это невозможно было себе представить. Там огромный зал. Сидит там, типа, тысячи человек. Селзов, да, и маркетологов наших в зале из разных стран. И вот эта вот страна года, там показатели разные. Там есть, условно говоря, пять претендентов. Все знают, кто это. Там неожиданная Россия в числе этих претендентов. Все в шоке. Как может вообще Россия здесь быть? И они меня подзывают за полчаса до церемонии президента нашу. Он говорит, я тебя предупреждаю, что ты выиграл, чтобы ты был готов, да? Ты выиграл титул, он называется Country Manager of the Year. Я говорю, блин, круто вообще. Он говорит, то есть мы тебя пригласим на сцену, приз вручим. Я говорю, ну как-то это неправильно, что только мне приз вручен, да? Он говорит, ну в смысле неправильно, это приз такой. Генеральный директор года, тебе вручают приз. Я говорю, я хотел бы команду. Так, ты не придумывай, выходи, получай приз и все. Я говорю, окей. Знаешь сколько? 28 лет не было. Вот. И они меня приглашают на сцену, да? Но когда они микрофон мне дали, ты понимаешь, что уже как бы вариантов не было дать задний. И я говорю, что у нас сегодня такое для нас огромное достижение, тра-та-та. Но я хотел бы всю свою команду на сцену пригласить для того, чтобы как бы мы все видели, что это командная работа. Они мне ничего сказать уже не могли. Наши все ребята вышли на сцену. У нас все были молодые. Мне было там 28 лет. Моему финансовому директору Тане ей было 28 лет. У нас все были как бы одна молодежь. Но люди, которые сидели в зале, я сейчас только, ну спустя какое-то время понял. Они-то были взрослые люди. Там профессия солза там 40-50 лет как бы. Это достойная работа, считается, работа в продажах. И они-то поняли как бы, что я сделал. И когда ребята вышли на сцену, весь зал встал. То есть люди встали, аплодировали, потому что они ценили это, что отношение было таким. Поэтому у меня были очень такие увлекательные годы, яркие, как бы пронизанные вот таким пониманием. Ну пока какие-то вещи там не произошли, о которых мы тоже, может, сегодня поговорим. Дошли до того момента, когда ты уехал из России. Из Mother Russia, да. Вот можешь немножко рассказать, куда ты уехал? Да, у нас была такая тема. Мы в 2014 году сделали грандиозный симпозиум в Сочи. Впервые и, наверное, единственный раз в практике стоматологии мы использовали голографический экран, голографическое изображение в стоматологии. Это настолько круто было, ты себе не представляешь. То есть в чем идея была? Мы брали один кейс, у нас было 3 сессии, разные кейсы. Одиночка во фронте, да, концевой дефект и полная дентия. И мы попросили людей, наших врачей, там, например, 2-3 человека на панели наших врачей и 2-3 человека мировые звезды. Мы их попросили в софте спланировать как бы план лечения, установку имплантатов и так далее, и так далее. И никто не знал, у кого другой какой план, да. Потом начинается сессия, модератор показывает, это его пациент, его кейс. И каждый из этих докторов, кто-то мировая звезда, кто-то наш русский доктор, показывает свой вариант планирования этого кейса, да. У людей, которые сидят в зале, в зале у нас 800 человек было, есть пульты для голосования. И после того, как происходит первая демонстрация вариантов лечения, они голосуют, какой им план лечения кажется более как бы интересным. И ты понимаешь, что когда люди на сцене выступают, да, если есть мировая звезда, например, ты мировая звезда, а я какой-то там, например, русский доктор или такой известный. Ну, я с тобой не буду спорить, да. А здесь другая тема, здесь как бы голосуют люди. И нет никакой гарантии, что они проголосуют за человека, который там мировая звезда. И там ровно это и происходило. Потом мы давали 40 минут дискуссию, и потом второе голосование. И там, конечно, был, ну, эмоционально такой очень сильный момент. Павел Мало просил два раза переголосовать, он говорил, вы не понимаете там туда-сюда. Но по факту мы на чем сделали акцент? Что самое главное – это диагностика, самое главное – планирование лечения. Технологии – это как бы вторично, это классно, но это вторично. И вот я сделал такой симпозиум, и я после этого, на самом деле, чувствовал, что мне не давали делать то, что я считал правильным. Я хотел больше в сторону каткам уходить и так далее, цифровых решений. Я чувствовал, что у меня руки связаны за спиной, и я написал заявление. Я хотел уволиться, я считал, что моя как бы функция в Нобеле исчерпана. Плюс в четырнадцатом году умер Барнемарк, и мы с ним записали последнее прижизненное интервью с первым Ингвером Барнемарком, и оцифровали его, сделали его в формате голографическом. И когда все люди зашли в зал, в эти 800 человек, мы выключили в черную свет. У нас был черный голографический экран – это куб такой огромный, представляешься? И включили на нем видео Барнемарка, который обращается к аудитории, который сидел в кресле. И Джек Хан, который мой учитель, которого я пригласил, тогда мы его награждали Lifetime Achievement Award, мы дали первый раз ему, Мриду и Робустовой, которая, к сожалению, недавно, в 1991 году жизни ушла от нас. Мы их наградили этой премией, и Джек Хан думал, что это живая Барнемарка, хотел встать, пойти поздороваться. Настолько это было круто, реалистично. Я чувствовал, что все, моя тема закончена. Я подал заявление, но начальник мой, Мелкер Нильсон, он мне сказал, сынок, ты никуда с него уволишься, у нас сейчас задача, мы должны компанию поднять на должный уровень. Тра-та-та-та-та-та. И они забрали меня в Тюрих, где я два с половиной года поработал, и, честно тебе скажу, чуть не свихнулся. Почему? Слушай, ну это немцы, это вообще, это как бы отдельная культура. Это... Я уважаю очень Швейцарию, они создали, конечно, такое общество очень, но это совсем не моя тема. Там жители немцев, которые там считают каждые две-три минуты и так далее. Меня причем бросили на такие самые сложные регионы. У меня была Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, бывший Советский Союз и Восточная Европа. И если я раньше с самолета не выходил, то сейчас я просто жил в самолете, и причем работать в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, ну я хочу сказать, что вообще непростая задача. Хотя мы на самом деле показали суперрезультаты там, Ближний Восток, сделали самую большую сделку в истории компании. Сумму не могу сказать, но я могу рассказать историю, что... Давай историю. Годится? Смотри, стою на Айдек в Дубай, ко мне подходит какой-то чувак в этой белой штуке, понимаешь, да? Мы с ним поговорили, 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 час, наверное, очень подготовленный человек и так далее. И после этого мы с ним поговорили, и он говорит, о, хорошо, давайте обменяемся контактами. Подходит какой-то человек в костюме, в галстуке, и дает мне визитную карточку. Я говорю, а это что такое? Он говорит, ну, это вот моя визитная карточка, я говорю, а почему вы мне сами не даете, да? Он говорит, а мы из рук руки ничего не даем. Я думаю, нифига себе. Я говорю, ну тогда мне не нужно. Он говорит, в каком плане не нужно? Я говорю, слушай, если мы с тобой час разговаривали, ты мне визитку свою не можешь дать, зачем тогда мне она? Он говорит, ты что, не уважаешь традиции наши? А так как у меня армянская кровь есть, ты знаешь, у тех, у кого армянская кровь есть, это известная история, что они сразу становятся армянами, когда это очень-очень нужные моменты, да? Я ему говорю, послушай, дорогой, у меня как бы армянские корни, у нас сейчас 5400, там какой-то год идет. Ты мне про традиции ничего не рассказывай. Ты, я ж тебя не обидел, я тебе просто говорю, бери свою визитку и иди дальше. Он говорит, не-не-не, так дело не пойдет. Мы так вот познакомились, оказывается, что в Саудовской Аравии за закупки централизованы, за них отвечают за разные уровни закупки разные люди, которые многие принадлежат к королевской семье, да? В итоге мы с ним потом встретились вечером, абсолютно уже в других обстоятельствах, несколько раз поговорили. Мы сделали самый крупный контракт. Штрауман там 15 лет находился, и с большим объемом закупок ничего никто не мог сделать. И мы буквально за один вечер прихлопнули их. Просто бум, все. И как раз после этого прошло пару месяцев, и у меня начались какие-то контакты со Штрауманом и так далее. Они со мной связывались, потому что понимали, что в Нобеле на тот момент было несколько ключевых людей, и забрать тех ключевых людей к себе в команду было очень привлекательно для них. Очень интересная история была. Все вот так вот. Я поехал, получается, в 2014 году работать в Цюрих, мотался по всему миру. Конгрессы, курсы, встречи с клиентами, создание команд. Для меня было супер увлекательно попробовать, насколько вот те идеи, технологии, тот подход к работе, который у нас был в России, подходит к другим странам. Кстати, это очень прикольная тема. Это уточки вот эти вот. Я все время сюда с дочкой приходил. Дочка сейчас уже большая. Вот такая она маленькая была. Тоже девочка. Я приходил, с ней сидел. А это, на самом деле, вот здесь написано. Это подарок Барбары Буш. Да, в 91-м году. Подарок детям Советского Союза, детей Соединенных Штатов в духе любви и дружбы. И в 91-м году Барбара Буш подарила. И вообще, знаешь что, хотелось бы, чтобы вот у нас вот так вот было с Америкой. Понятно, что я там не буду судить, кто виноват в том, что сейчас происходит. То, что американцы делают там, не американцы, а американское правительство, тоже не особо одобряю. Но хотелось бы, чтобы у нас дружба была, чтобы мы могли... Америка очень классная страна. И хотелось бы, чтобы мы могли в Америку свободно ездить, чтобы они могли приезжать к нам, чтобы мы могли дружить, обмениваться опытом. А не какой-то вот этот трешняк был, который сейчас происходит, который абсолютно такой душный и неприкольный. Понятно, была Швейцария. Что было после Цюриха? После Цюриха, ты знаешь, я понял, я когда уезжал из Москвы, я был настолько Москвой как бы раздражен. И я как бы... Мне вот эти пробки, погода, мне прямо все это было поперек горла. А когда я уехал, пожалуй, за границу, я на самом деле почувствовал себя русским. Да, я очень как бы почувствовал себя очень русским, очень москвичом. Я там стал какую-то русскую музыку слушать, которую я вообще никогда не слушал. А потом думаю, Саш, ты чего вообще? Come on, что за треш вообще? Как бы, что происходит? Ну, ты знаешь, как-то вот оно только практическим образом проверяется. Потому что я очень люблю Америку, на самом деле. Но в Америке жить нереально. То есть, если жить в Америке, ты отрываешься от своих родителей, от всего. Потому что, например, если ты в Лос-Анджелесе живешь, у тебя два окошка есть. Утром и вечером, чтобы позвонить. Утром ты, знаешь, где-то, может, проспал, где-то встал. Но тебе утром не хочется вести длинные задушевные разговоры, когда у кого-то вечер, да? А вечер, например, прошел куда-то, на ужин или где-то работаешь, все. Вот ты так теряешься, 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 все. Потом у тебя контакт пропадает и... Вот. И очень люблю Италию. Но в Италии жить невозможно. То есть, работать невозможно. Можно отдыхать, классно, да, но не жить. Я после Тюриха прожил, наверное, полтора года в Испании. В Барселоне. И... Я хотел очень вернуться в Москву, в Россию. Именно, как бы, вот сюда, в Хамовники, да, в свой район. И у меня была давняя мечта. У меня были, на самом деле, суперпредложения. И интересные, и с точки зрения финансовой, как бы, похожие на хороший контракт футбольный. Не на уровне, там, конечно, топ-игроков, но на уровне хороших игроков, там, предположим, сборной России. Вот такие контракты. И мне, конечно, был сложный, в каком-то смысле, выбор. У меня один человек, который мне предлагал подписать такую вещь, он мне говорит, Саш, ты вообще, ты как бы отдаешь себе отчет о том, что ты делаешь? Тебе такой контракт никто никогда в медицине, в стоматологии не предложит. Я говорю, да, но я должен подписаться лет на 5-7. А это значит, что мне будет 42-45 лет, когда контракт закончится. Я захочу 45 лет начинать что-то? Ну, сомнительно. Может, и захочу, не знаю. Но не хотелось потерять столько времени. И я хотел вернуться в Россию, начать бизнес. У меня, конечно, большая мечта сделать международную компанию, у которой будет российский ДНК, скажем так. То есть я не хочу делать российскую компанию, и мы компания не российская. Но хочется, чтобы в нашем бизнесе был такой российский ДНК, потому что я считаю, что у нас талантливых людей очень много. Врачей, ученых, инженеров. И мне сейчас Бог позволил с такими некоторыми людьми познакомиться. И с биофизиками нашими, и с ребятами с врачами, с изобретателями, и с инженерами. И я вообще, конечно, счастлив на отсчет, потому что это просто домыслы мои были, а выяснилось, что как-то я правильно, на самом деле, думал, что это так и есть. Поэтому для меня вот вернуться и начать что-то здесь делать, работать. И я считаю, что вот то, что у нас столько талантливых людей... Видишь, колокола звонят. То, что у нас столько талантливых людей, я считаю, что это, конечно, для меня огромное конкурентное преимущество. Потому что беда России в том, что у нас всегда люди способные были, но инфраструктуры ноль. А я как бы всю жизнь учился, как правильно создавать инфраструктуру. Поэтому я вернулся, мы начали новый бизнес. Начинали вообще как бы практически с нуля. У нас была... Мы купили систему имплантатов у компании Lifecore, которая одна из известнейших мировых компаний медицинских. Они в свое время придумали гелоуронку. У них на этом, конечно, огромный бизнес. И они в девяносто первом году начали стоматологическое подразделение свое. Была одна из ведущих компаний, номер три, номер четыре в Соединенных Штатах. Вот. И мы одну из систем имплантатов, которую мы давно-давно за ней наблюдали, мы ее купили вместе с производственной линией. И это был принципиальный выбор, потому что мы могли бы что-то новое придумать, сделать контрактное производство. Мы хотели иметь свою производственную линию, свои ноу-хау, чертежи, технологии инженеров, чтобы вот доступ иметь к этому процессу. И, конечно, нам тоже повезло, что мы смогли что-то такое вот купить, к этому приобщиться. Мы начали постепенный бизнес, но система имплантатов требовала доработки, особенно с точки зрения ортопедии, потому что она там много-много лет не менялась, да, ортопедическая часть чуть устарела. И вот мы начали этот процесс, я думал, что он гораздо быстрее будет. Оказался производственный процесс для того, чтобы это качественно делать. Не так, как там у нас в некоторых странах, которые мы не будем сейчас называть, да, они быстро, да. Хотите новый аббат, мы все сделаем, будет через месяц новый аббат. Но, ребят, я ссори хочу всем сказать, это вообще так не работает. Вот, поэтому мы начали этот процесс, и первое, наверное, можно сказать, что мы проработали по-нормальным два с половиной года, минус, как бы, пандемия, да. И, конечно, первые два года, по большому счету, мы с середины 18-го года начали что-то делать, и первые два года, конечно, сложные были. И ты знаешь, интересная тема, что перелом произошел вообще не на том, на что я рассчитывал. Я думал, мы сейчас там, вот там. А что произошло? Мы работали, работали, новые технологии какие-то интересные добавили. У нас вообще тема какая, что мы стараемся две вещи делать. Мы стараемся либо ловить самые интересные мировые технологии, которые появляются за счет огромного количества связей, там, с лучшими в мире врачами, с лучшими университетами, первыми, да, что что-то интересное, когда выходит, мы джиг сразу. И плюс у нас есть проект, который называется Design in Moscow, и мы вот в рамках этого проекта какие-то новые технологии будем разрабатывать. И вообще у меня такое мнение, что ты понимаешь, вопрос инноваций, он в области медицины, он чуть-чуть табуирован, да. Они говорят, так, ты профессор, тебе там 60 лет, ты там вот такой, вот тогда ты можешь что-то достойное придумать. А если тебе 25 лет, ты ничего не знаешь, Стива. А это фигня, это так не работает. Придумать может 70-летний пенсионер, 20-летний студент, кто угодно может, это никто не знает. Поэтому у нас идея в том, что мы хотим иметь открытую платформу, на которой все врачи, инженеры, ученые, они все могут вместе между собой взаимодействовать для того, чтобы создавать инновации. А у нас под это есть правильная технологическая база, и у нас для этого есть R&D, который поможет это правильно воплотить, сделать альфа-тестирование, бета-тестирование, ну и так далее. Поэтому мы в эту сторону как бы начали так активно двигаться, что-то делать, но очень много сложности было. И потом ты же знаешь, это же как бы, ну тоже Россия, надо понимать. Ты приезжаешь, вроде бы, я не то, что там считаю, что кто-то нас должен был поддержать, да. Но как бы у людей такое как бы отношение, мне кажется, что вообще по-хорошему, как бы своих людей, толковых, которые что-то хотят делать, ну стоило бы в собственной стране поддержать. Потому что кто у нас еще что-то такое делает? Ну может я не знаю, сори, но кто? Я не знаю больше никого. Есть ребята, которые что-то придумывают, молодцы, да, но в общем и целом. А у нас там люди восхищаются от каких-то там условно ГВО, корейцы классно, дешево продают. Ребят, ну камон, ну камон, это корейские компании, они воруют знания, воруют технологии. Они за счет налоговых льгот у себя, это продуманная государственная политика, понимаешь. Вваливают деньги и продают дешево в других странах для того, чтобы убить как бы локальное производство, для того, чтобы убить локальное R&D, да. А потом как бы естественно, что все деньги эти, рабочие места в Корее, налоги в Корее, все в Корее. Ну ты знаешь, честно, я ничего плохого не хочу сказать, но у меня это восторга вообще никакого не вызывает. Вот, а у нас как бы к этому скептическое отношение. А, да зачем это надо там, да, ну наверное Смирнов, во что он еще ввязался, как он будет конкурировать там типа с этими как бы компаниями. Ну ладно, ну ты знаешь, мы на самом деле свое место нашли, я знаешь, как нас вижу. То есть есть там, если машины сравнить, там Audi, BMW, Mercedes, вот эти вот все такие старые бренды, которые как бы сейчас тоже стали такими. Ну не совсем это то, что раньше было, как мне кажется. Есть там всякая Kia, Hyundai и так далее, и так далее, а мы, наверное, все-таки ближе всего к Tesla. Мы технологичные, мы не хотим ничего печатать, мы говорим, ребята, не надо звонить, алло, нам две синеньких, три зелененьких, пожалуйста, приложение. Мы все стараемся делать через приложение, обучение, вебинары, заказы. Пожалуйста, зайди в приложение, секунды, чик-чик, ты удобно выбрал, что ты хочешь, ты можешь проконсультироваться. Там есть консультация с менторами с нашими через приложение, куча всего. А консультация для пациентов через приложение, вот такая вот тема. Вот, мы себя таким образом видим. Так вот, я прихожу, апрель месяц прошлого года. Я прихожу в офис, у меня там такая обстановка, как будто, блин, все, конец света. Я говорю, что такое? Они говорят, ребята, наша пандемия, типа сейчас всю стоматологию закроют, стоматологи все как бы в депрессе, что делать, ну и так далее. Я говорю, ребят, блин, давайте что-нибудь сделаем. Это первый день прямо. Я говорю, давайте что-нибудь сделаем, чтобы, ну, как-то людей своих поддержать. Я говорю, давай наших спикеров попросим, они бесплатно выступят с вебинарами. Мы там для своих сделаем, чтобы они просто не кисли. Ну, пускай, если они смогут работать, хотя бы поучатся. Ну, мы там сделаем какие-то вебинары. Ну, может, там, 300-400 человек соберем на эти вебинары, и то неплохо. И я придумал тогда, кстати, слово марафон. Потом все начали марафон, марафон, марафон. Прям первая штука. Не знаю, почему я марафон, не знаю. Может, тоже откуда-то мне в голову пришло, или, может, я где-то слышал. Ну, вот так вот. Мы делаем этот марафон. У нас назывался «Альтракор против COVID». И на сегодняшний день это самое крупное онлайн-мероприятие в истории медицины. Ну, или стоматологии точно. У нас эта история просто взорвалась. 14 тысяч оригинальных пользователей у нас было. Ребята разные, лекторы абсолютно бесплатно выступали с вебинарами. Я был ведущим, я сидел, координировал весь этот процесс, мы общались. До часа ночи, до двух часов ночи люди не расходились. То есть люди не расходились. Это не 20 человек онлайн, не 50, не 100. Это сотни людей онлайн. Люди нам написали столько приятных вещей. Люди написали нам столько слов благодарности. Сколько они нам сказали, что, блин, вы нам не дали в этот момент скиснуть, увянуть. Мы что, как бы, мы перестроились, что мы столько всего нового узнали, положительного и так далее. И вот этот вот момент, вот момент такой, знаешь, чистой энергии. Не за бабки, да, не за то, что вот мы там просчитали там и так далее. Вот это был просто такой порыв. Он нам, на самом деле, дал мощнейший толчок в развитии. То есть мы приезжали в новые места. Нам говорят, да, да, мы знаем, кто вы. Мы знаем Альтракор, да, мы знаем Ренову. Мы знаем ваши технологии, там, Денса, Цервика. Да, да, мы знаем, кто вы такие. И у нас начался диалог. И, конечно, вот тогда, с этого момента, с, наверное, второй половины прошлого года, бизнес стартанул у нас. И сейчас мы растем очень высокими темпами, что свои там вызывает, как бы, трудности. Но, конечно, это совсем другая история, чем то, что было в начале. Ну вот можем немного поговорить про цифры, чтобы примерно понимать статус компании, там, ее финансовые обороты, географию продаж. Вот чтобы примерно понимать масштаб. Мы не называем цифры пока. Я объясню, почему мы это делаем. Мы, на самом деле, пока закрытая компания. Мы находимся в первом раунде сейчас акционирования. Мы продаем целевому инвестору небольшую, на самом деле, часть бизнеса, да, для того, чтобы сделать следующие, как бы, шаги в развитии. Поэтому компания через какое-то количество времени будет публичной. Как бы, данные станут публичными, они будут, как бы, опубликованы. Вот, но о темпах роста я могу сказать, что мы растем больше, чем на сто процентов каждый квартал. И для нас, как бы, это серьезные данные. Мы, задача наша, конечно, быть лидерами рынка. Это наша задача. А в России или вообще на мировой? Ну, в России, в первую очередь, в мире, конечно, быть лидером рынка, как бы, это, наверное, не то, о чем стоит думать. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, что у меня, как формально, задача такая, вот, что именно там продавать больше всех, она, наверное, не стоит. У меня задача стоит в том... Я, знаешь, вообще, как на все дело себя смотрел? У меня спрашивают, а что там у конкурентов происходит? Ты знаешь, честно, я не знаю. И никогда не знал. Мы ко всем конкурентам относимся с уважением, но я всегда вот это вот мне напоминаю. Надо следить, что происходит у конкурентов. Знаешь, какую-то картину напоминает? То есть мы с тобой выходим... Представляешь, такая американская вот эта одноэтажная Америка, да? Угу. Мы с тобой выходим, у нас два таких дома вот этих вот в сайдинге, знаешь, обитых. У тебя там, например, там, а у меня здесь. Ты выходишь, у тебя жена красавица, да? Ты с ней спускаешься, садишь на машину. Так и есть. Вот видишь, я как знал. Я смотрю, но не сомневаюсь, блин, с Украины, конечно, нереально красивые девушки всегда были. Это точно. Очень красиво. Это, кстати, одна из важнейших причин, почему всегда хочется в Украину возвращаться, да? Я надеюсь, что у нас такая возможность будет. Я вообще всем нашим друзьям с Украины хочу огромнейший привет передать. Сказать, что, ребят, мы вас очень любим. Не слушайте про всю эту политику. Это все фигня. Мы столько лет дружили. Вы вообще для меня, по крайней мере, всегда в моем сердце. Я помню все мероприятия, все, что мы делали. И я очень надеюсь, что этим политикам не удастся никогда нас разъединить. И мы сможем опять встречаться в одних местах, вместе проводить время во всех городах. Например, про Львов много. Я во Львове был и мероприятие там спонсировал. И супер нас принимали во Львове. Просто великолепно. Я тебе рассказывал. Мы с тобой два человека, которые живут в этих одноэтажных домах. И ты спускаешь, у тебя красивая жена замечательная. Ты садишь с хорошей машины, и я смотрю на это. О, блин, у нее жена такая красивая. Как она одета. Что у них за машина? Они сели. Ну, окей. На меня это как влияет? Ну, посмотрел я. Ну, предположим, да, все это так и есть. Что это в моей жизни поменяет? Ничего. Ничего. В лучшую сторону ничего. В лучшую сторону ничего. Правильно. И я более того тебе хочу сказать, что я стараюсь и соцсетями пользоваться по минимуму. Я там не знаю, все говорят, мы там контролируем туда-сюда. Но я тебе могу сказать, что я что понял? Что соцсети – это такая штука, которая с бешеной силой креативную энергию втягивает. Потому что ты смотришь, и у тебя вызывает два чувства. Либо ты хочешь что-то повторить, либо у тебя это вызывает в той или иной степени зависть. Понимаешь? Ну, ты думаешь, блин, круто, он поехал там туда. Ну, там даже не черную какую-то зависть, но все равно. А какой конструктив от этого? Ну, никакого. Поэтому я что там конкуренты делают, вообще как бы не знаю, не вникаю. И для меня всегда была важна только одна вещь – что про меня мой клиент думает. Во времена Нобеля нас это отличало, и в нынешней жизни как бы то же самое. То есть то, что клиенты наши про меня думают, для меня это самое важное. Потому что мы… Вот ты сейчас видел курс, да? И вот эти вот 12-14 человек – это наш блокбастер, на самом деле. И эти 12-14 человек, они придут в понедельник в практику, и они будут абсолютно по-другому удалять зубы. Вот тому, чему Артем их научит. То есть это не какая-то абстрактная вещь. Сейчас знаешь, у нас много лекторов, которые… Они вот приходят, там показывают какие-то свои клинические случаи – это классно. Ну, какой ты из этого вывод можешь сделать? Ну, на мой взгляд, никакого. Ну, хороший доктор или плохой, хорошая у него зубная техника или плохой. Все. А мы практически данные даем, понимаешь? Практические навыки, связанные с конкретными технологиями. Например, ты взял наши имплантаты, начал работать в цифре, да? Начал по-другому делать хирургии, начал делать навигационные хирургии, которая у нас сейчас крутая, номер один на рынке, вообще без сомнений. У тебя практика поменялась, ты остался делать по-другому, понимаешь? Это раз. А третий момент – мы, конечно, помогаем и учим правильно услуги продавать, выстраивать систему работы в клинике. Это как бы абсолютно другой подход, чем то, что есть у всех. Мы даем вместе три фактора, да? Технологии, обучение, как этими технологиями лучше всего пользоваться и как их продавать. Но что еще надо? Я не знаю, по-моему, это самое важное. Скажи вот примерно, какой стартовый капитал нужен, чтобы создать свою имплотационную систему? Вот конкретно твой случай. Слушай, ну… Хотя бы в общих цифрах. Да, не, ну я могу сказать. Мой случай заключается в том, что мы все-таки не создали свою систему имплантатов, а мы начали с того, что мы готовую систему имплантатов купили, и дальше мы начали инвестировать в то, чтобы ее дорабатывать и развивать. Но это большие инвестиции, большие деньги. Я могу сказать, что мы, так как мы купили производство, так как мы купили товарный знак по всему миру, так как мы купили, соответственно, вместе с этим регистрацию, так как мы купили ноу-хау, технологии, это миллионы долларов, конечно, мы вложили. Через сколько примерно по твоим прогнозам эта сумма может окупиться и пройти прибыль? Ну, наш прогноз заключается в том, что мы где-то на окупаемость должны выйти через… с той точки, через пять лет. То есть это где-то… Ну, деньги вот те начнем возвращать где-то, наверное… То есть это где-то года через два с половиной. Но мы, конечно, для нас это большой плюс. Мы уже в плюсе как бы как компания при всех инвестициях с второй половины прошлого года. И сейчас как бы мы обороты, соответственно, прибыль свою наращиваем. И как бы надеемся, что это все будет больше, 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 больше. Хотя, конечно, инвестиции тоже постоянно требуется, потому что у нас сейчас вот осталось до конца первого полугодия 11 дней. И мы стараемся удовлетворить все запросы, которые у клиентов есть, в основном по поводу харда, то есть оборудования. И заявок, честно говоря, поступает больше, чем, в принципе, то, на что мы рассчитывали. И… Ну, это вот такой момент. То есть требуется постоянно инвестиция в оборотку, в складские запасы. Поэтому… Ну, развивающийся бизнес, свои как бы есть трудности. Ну, вообще, как бы ты знаешь, я счастлив. Тому, насколько все-таки у нас есть люди, которые в нас верят, которые не говорят, а, там есть… Да, компания… Ну, все эти названия мы запикаем. Запикаем, да. Ну и правильно, запикать их. Вот. Ну, ладно, я по-другому скажу, что есть люди, которые не говорят, что вот, есть там известные мировые компании или есть дискаунтеры какие-то из Кореи, из Израиля. Зачем нам нужно то, что вы делаете? А есть люди, которые нас слышат, а они пробуют с нами делать то, что вот мы делаем, да. Например, там… Мы сейчас открыли свой центр планирования. То есть мы делаем… Мы что говорим людям? Мы сделаем за вас планирование. Мы за вас сделаем хирургический шаблон. Вы с помощью нашего навигационного набора поставите имплантаты. Используете нашу новую штучку – трансгенгивальный аббатмент, который позволит вам переключить платформу и поднять соединение с уровня имплантата на уровень мягких тканей, причем вы можете этой высотой поиграться, да. И вы получите современную, крутую, эстетичную и предсказуемую надежную имплантологию. И люди нас слышат, они это делают, у них это получается, и как бы это очень круто. В первую очередь идея, а к идее хорошей и к правильной команде, а команда сейчас, я считаю, что у нас очень правильная, к ней как раз прилипают деньги. Можешь немножко рассказать про саму технологию имплантационной системы? У вас производство в Чикаго, штата Ленойс? Под Чикаго, в Иллинойсе, да. Можешь немножко рассказать о моменте производства, о технологии? И вот так в двух словах, чем отличаются импланты в вашей компании от… Ты не любишь слово «конкуренты», но вот от того же ценового сегмента, в котором вы работаете. В чем отличие принципиально? Ты знаешь, я вот тебе так скажу, что по поводу технологии там и по поводу этого всего можно много говорить. Ну вот смотри, я тебе вопрос по-другому задам. Это не вопрос не только технологии, у кого какой станок стоит, это вопрос как бы отношения вообще к делу. Вот, предположим, у тебя голова болит, да? Заболела. А это что такое? Что с этим делать? Таблетку пить? Ну вот как бы я не считаю, что это вот так надо делать. Надо разобраться причину головной боли. Поэтому мы вообще исповедуем, и наша философия – это холистический подход к медицине, современный холистический подход. То есть мы говорим, что человек – это единый организм. Для того, чтобы его правильно лечить, а скорее даже не лечить, а заниматься лучше профилактикой, да? Ты должен это так понимать. И у тебя должны быть технологии, которые соответствуют вот этой твоей философии. Мы не используем кислотную протравку, мы не травим свои имплантаты кислотой, в отличие от всех других. Что все компании делают? Они берут имплантат, вытачивают его из брусочка титанового, да? И потом они его окунают в кислоту, в какую-то агрессивную среду. Кто-то там ток пропускает, кто-то еще что-то делает. И потом окунают в антидот, чтобы кислоту убрать и так далее. Мы этого не делаем, потому что мы, в принципе, против того, чтобы агрессивное химическое производство использовать. И вот таким вот образом к этому подходить. Мы используем керамический материал, мы используем керамический фосфат кальция. То есть, по сути дела, мы делаем высокоскоростной керамический пескоструй. Мы получаем такую же площадь поверхности имплантата 250% по отношению к чистому титану, но абсолютно биологически совместимый, надежный имплантат. Мы используем другой сплав, чем все другие. Мы используем сверхчистый, сверхпрочный сплав, ELI. ELI – это сверхмаленькие промежутки. Поэтому, в итоге, мы имеем очень прочный, очень мощный, абсолютно чистый имплантат. И мы не используем в производстве, даже в упаковке, никакие небиоразлагаемые компоненты. Мы вынуждены, например, даже пакеты или какие-то плистеры до сих пор печатать. Если мы это делаем, то это всегда биоразлагаемый материал или биоразлагаемый пластик или бумага. Вот. Мы стараемся практически ничего не печатать. Печатать по минимуму. Мы стараемся электронным образом коммуницировать, потому что у нас, наша планета задыхается уже в этом всем пластике, пакетах, вот в этом всем дерьме, понимаешь? И я считаю, что мы, как медицинская компания, должны быть, ну, впереди вот этого всего. Поэтому, первый момент – это подход. А второй момент, как бы, с технологической точки зрения, у нас что? У нас корневидный имплантат с параллельной частью в области кортикальной кости. Потому что, вот, например, наша работа с компанией Versa, которая, ну, создала, наверное, один из самых интересных продуктов за последние годы в области имплантологии – это вот эти боры, набор боров для уплотнения кости. Она, как раз, вся основана на том, что в челюсти кость неоднородная. У тебя кортикалка есть очень плотная, да, и у тебя есть губчатая кость. Так вот, мы к этому так и подходим. У нас для губчатой кости есть корневидное тело имплантата, а вот для кортикалки как раз есть параллельная часть, которая с кортикалки снимает нагрузку, и не происходит никакой ремоделировки кости в области самой важной для имплантата – в области шейки имплантата. Поэтому у тебя получается надежно, эстетично, предсказуемо. Ну, и, конечно, основной момент – что вся цифра. С точки зрения цифры, я сейчас уверен, что мы номер один системы имплантатов, которая есть. И цифровой протокол у нас, он, конечно, с большим количеством компонентов, отработанный из хирургии, из ортопедии, есть все, что хочешь. Ну, и плюс у нас есть вот эти вот дополнительные фишечки вокруг этого – цервика, да, для индивидуализации формирователей, донса для того, чтобы уплотнять кость, избегать костной пластики, ну, еще много всяких других вещей. Поэтому вот это вот как бы то, что мы делаем. Плюс мы инноватор, понимаешь? Самое страшное для стоматолога, когда человек в профессии мотивацию теряет. А если ты одно и то же делаешь год за годом, то ты не можешь мотивацию не потерять, ты просто от этого офигеешь. Это любой человек, так с ним такое произойдет. И поэтому мы все время какие-то инновационные вещи или находим, или сами разрабатываем. У нас большой инновационный портфель, мы несколько раз в год собираемся какие-то новинки запускать. Плюс мы сейчас сами. Мы сейчас с замечательным Алексеем Фроловым, которого я большой поклонник. Он очень творческий, талантливый человек. Кстати, тоже из Луганска. Родом. Вот. Он придумал специальный набор боров для деэпитализации. Вот, 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 вот. Уже их как бы выпустим, представим на рынок. Мы сейчас с нашими биофизиками, биоинженерами выпускаем новую мембрану. Называется Фибрософт. Очень интересная мембрана. Совсем по-другому сделана, чем все, что есть на мировом рынке на сегодняшний день. И так далее. То есть вот идея какая. Качественная, проверенная годами технология. Цифра. То есть самая современная тема. Дополнительные вещи вокруг этого. Плюс все время инновации, инновации, которые входят в твою практику. Ну, на мой взгляд, это гораздо интереснее, чем использовать какую-то замшелую штуку, которая 30 лет не обновлялась. Или пользоваться какими-то подобиями, скажем так. Ну, вот и все. То есть, по большому счету, я вот хочу сказать, что принципиальное отличие с тем, с чем мы сталкиваемся в Америке, с тем, с чем мы сталкиваемся, например, в России. В России люди говорят, а бренд, а это, а то. А в Америке, знаешь, что нас спрашивают первое? What can you do for me? Ты для меня что можешь сделать? Можешь что-то для меня сделать, для меня, для моей практики? Окей, давай поговорим. А как бы не можешь ты ничего сделать. Какой там у тебя бренд, не бренд, это абсолютно никого не интересует. Давай поговорим о целях твоей компании. Цель на ближайшие пять лет. Моей компании? Да. Слушай, ну, цель одна — изменить мир. Как бы, да. Я хотел бы, чтобы наша компания была той организацией, которая меняла мир вокруг себя. С точки зрения финансовой какой-то цели мы конкретную цель перед собой не ставим. У нас нет такой задачи, что мы хотим в следующем году продать там на… Нет, у нас есть бюджет, конечно, каждый год. Это, как бы, каждый год цифра, которая меняется. И мы над ней очень скрупулезно, очень фокусно, очень с большим напряжением усилий работаем. Но глобальная цель, конечно, не такая. Я считаю, что в идеале глобальная цель не должна быть материальной. То есть цель — и, конечно, изменить мир, принести новые технологии, быть одним из лидеров рынка и так далее. Но вот какой-то конкретной цель, что мы там… У нас есть финансовое планирование, но вот такое… Я даже не могу тебе точно воспроизвести, что у нас там в пятилетнем плане написано. Мы находимся в такой области, в которой мы прикасаемся к телу человека, да, своими технологиями и так далее. Наверное, через это мы касаемся, как мне кажется, его души. И наша задача — через работу со стоматологами, меняя профессиональные навыки и сознание врачей, оказать влияние на большое количество пациентов, потому что каждый врач принимает много пациентов. То есть мы вот таким вот образом, когда мы работаем с врачами, это мы работаем точечно, а уже от врачей это расходится по десяткам, сотням тысяч других людей, у которых меняется их жизнь, меняется их мировоззрение после того, как они сталкиваются с современной крутой стоматологией и так далее. Наша история какая? Я вот об этом никогда, наверное, публично не рассказывал, но, может быть, пришло время рассказать, да. У меня произошло какая история. Меня где-то на этапе, наверное, 2003-2004 года пригласили на встречу люди, которые тогда были, ну, скажем так, истеблишментом нашей стоматологии, да. И они мне говорят, Саша, я смотрю, вы такую активную деятельность развили, вроде бы там не сдохли еще с этими дорогими вашими имплантатами, да. Давайте мы с тобой договоримся, мы будем тебе лекции читать какие-то и так далее, и так далее. Я говорю, класс, вообще отличная идея, но вы же этими технологиями не пользуетесь, да. А они мне говорят, да какая разница там. Мы лекции читаем по 20 лет, про это рассказывать или про то, все одно и то же. Я говорю, ну, я, конечно, не знаю, но у меня мама, папа университетские преподаватели, понимаешь? Они мне с детства объясняли, что так делать нельзя, ну, что это, в принципе, неправильно. Они мне говорят, мне было, знаешь, сколько, 24 года, наверное. Они мне говорят, ты чего, типа, сопляк, нас в жизни будешь учить? Я говорю, не-не, я в жизни, конечно, никого учить не буду, но в такой истории я точно участвовать не буду тоже. И они мне говорят, ну, тогда я имею в виду, что у тебя бизнеса в России никакого никогда не будет. Я говорю, ну, окей, это ваше мнение. И мы тогда в 2004 году собрали первую команду российских спикеров, потому что мы с русскими лекторами никогда не работали. Потому что мы считали, что человек должен постоянно, в большом объеме, на постоянной основе использовать, знаешь, целый ряд, там, современных технологий и так далее. У нас таких людей, да, в России просто не было. Мы собрали первую команду российских спикеров. Там был Арам Давидян, наверное, которого сейчас много кто знает, Сережа Зорин, Царство Небесное, Коля Бахуринский, Саша Герасимов, Саша Горлов. По-моему, Гоша Азарин тоже был вот в той первой группе. Там 5-6 человек было. И мы поехали как бы с первыми курсами, сделанными по американской такой модели, по стране, с первыми конгрессами. Мы там придумывали все это дело. Делали живые операции на выставке. Вот ты говоришь, да, ты там в интернете посмотрел, не особо много про меня нашел. А вот эти вещи, они как, знаешь, ушли как будто бы. И их, возможно, сейчас никто не знает. Потому что мы что делали? Например, в 2005 году, представляешь, чувак, это 16 лет назад. 16 лет назад, что мы делаем? Ты американский трак, представляешь, что такое? Да. Трак. Ну, ты понял, грузовик. Да, я понял. Я же живу в Америке. Да, мы берем трак, мы берем трак, снимаем с него сзади эту часть брезентовую. Остается кузов, ну да, кабина, да, и вот эта вот подставка сзади, понял, короткая? Мы на эту подставку ставим сцену, представляешься? Ставим стеклянную операционную на выставке московской в Крокусе, там, за Мшелом, да. И в этой стеклянной операционной мы начинаем делать живые операции по навигации. То есть мы человеку ставим имплантаты, сразу одеваем шаблон, даем ему яблоко откусить, пьем с ним шампанское и так далее. Значит, у меня была на стенде охрана, юристы, потому что мы думали, что нас точно прижучат. И все посетители выставки, которые в этот день были, они все были у нас на стенде. И все окружающие люди с других стендов, они, конечно, просто нас ненавидели, потому что у нас там играла музыка, были эти операции. Ну, и ты представишь, что такое в 2005 году, когда они видят, что человек заходит без зубов, ему ставят имплантаты, я помню первого пациента, он из Питера приехал, и мы ему когда зубы одели, он вскочил и выбежал из операционной в подсобное помещение. Мы думаем, трэш что-то случилось, а выяснилось, что он очки хотел одеть. Он одевает очки, мы ему даем в зеркало, он вообще не верит своим глазам, у него слезы, он откусывает яблоко. Ну, крутяк был просто, понимаешь? И мы вот делаем такие вещи, но это как бы шоу, а курсы – это курсы. И мы с этими курсами поехали по всей России, и я считаю, что это был тот момент, когда мы переломили вообще ситуацию в нашей стране стоматологии, потому что основной барьер он где? Он в голове, это не руки, это не деньги, да, это не материалы, это в голове у тебя барьер, что я не могу такое делать, да. А когда ты видишь, что твои коллеги, которые такие же там, условно говоря, российские ребята могут делать то же самое, плюс стоматология – это мануальная профессия. Мы с тобой сколько угодно можем говорить про футбол, но как Месси не можем играть. Когда ты видишь Месси – ты видишь это. И мы вот, проехав по России, нашли единомышленников абсолютно в разных городах. И все это, как бы, я считаю, с того момента взорвалось. У нас бизнес взорвался стали, продажи расти просто как на дрожжах, да. И, конечно, появилось все больше, больше, больше людей, которые начали крутую современную стоматологию делать. И вот те люди, с которыми мы тогда ездили, чуть позже к нам присоединился Макс Копылов. Он был вообще тогда молодой, без бороды, как сейчас. Вот. Совсем-совсем молодой он был. Ему 20 чем-то лет было. Серега Зорин, царство ему небесное, он близкий друг мой, к сожалению, который от нас ушел. И, наверное, недели не прошло, чтобы я его не вспоминал. Ему было 27 лет, когда он начал лекции читать. Арам был совсем молодой. Арам был года 32-33, может быть. Ну, вот такая вот как бы тема. И с этого произошел перелом, потому что стоматология, она чем прикольная? Ты что-то выучил, да, например? Ты пришел, ты в понедельник сделал это в клинике. И если у тебя нет этого вот барьера, да, это нельзя, это невозможно, это слишком дорого, это слишком сложно, тра-та-та. То ты как бы вчера получал рубль, а сегодня ты получаешь пять, понимаешь? А если ты получаешь пять рублей, ты можешь хотя бы рубль из этих пяти еще вложить в свое образование. Потому что если образования нету, да, ну, это как бы все. Ну вот, вот такая вот история как бы. И я считаю, что с этого момента огромный перелом произошел. И я на самом деле об этом рассказываю не потому, что я хочу, чтобы там была какая-то история именно про меня. Я хочу, чтобы у нас люди, как бы наши, которые в нашей стоматологии работают, они об этом знали, что были вот разные поколения врачей, разные поколения этой истории. Потом как бы после вот той первой группы, где Арам был там, и все люди Серега, Коля, там, Саша оба, и Макс, и так далее. И люди, которых там, наверное, я кого-то не перечислил сейчас. Я надеюсь, на меня никто не обидится, да. Потом уже пришло следующее поколение людей таких, которые в эпоху соцсетей начали развиваться. Такие там, как сейчас там есть Саша Бабуров, Илья Скляров, ну, и всякие другие спикеры. И вот сейчас уже новое поколение пришло. Это там Артем Башуров, Антон Криворотов, Давид Назарян, Макс Хышов. Ну, более такие, как бы, молодые, да. Апрессиан Самвел, то есть более молодые спикеры, молодые ребята. Вот такая вот история. Поэтому нужно, мне кажется, что об этом обязательно знать, потому что вот у нас сейчас был в Сочи конгресс, и мы, естественно, память профессора Робустова и обязательно по 4 минуты молчания, потому что я считаю, что без прошлого, но нет будущего. То есть нужно помнить о том, что у нас в стране происходило, никогда об этом не забывать, не воображать про себя слишком много, потому что мы пока что научены только на западных технологиях и только благодаря тому, что у нас западные технологии есть, мы можем делать то, что мы можем делать, да. Вот сейчас как бы в новой жизни как раз мы, может быть, попробуем что-то и свое уже создать. Совет молодым вот начинающим стоматологам с позиции владельца имплантационной компании, вот что ты можешь посоветовать людям, которые закончили вуз и вот что им делать дальше? Потому что ты закончил один вуз, пошел работать в другом направлении совершенно. Вот как, скажем так, найти себя, найти свое призвание? Ну вот смотри, у меня на этот счет есть такое понимание. Я как бы знаю, что в жизни есть два невосполнимых ресурса, только два. Это здоровье и время. Поэтому я очень четко как бы понимаю, что для того, чтобы что-то толкового в жизни добиться, нужно делать две вещи. Нужно беречь свое здоровье. Ну и я подберечь здоровье не подразумеваю на самом деле пить свежевыжатый сок, целый день бегать. Беречь свое здоровье – это в первую очередь, я считаю, не перенапрягаться. Потому что я верю в психосоматику, я уверен, что все болезни от этого, ну или большинство. И я думаю, что если ты, например, отработал 9 часов, ты вымотан, а потом ты пошел в зал и скакал там козлом, потому что ты думаешь потом, что это тебе как бы суперздорово сделал. Лучше пойти домой полежать и отдохнуть, и быть в нормальном, здравом состоянии. Понимаешь? Это первый момент. А второй момент – как бы не нужно думать, что ты как бы талантливый, потому что это на самом деле проблема. Талантливый, ты не талантливый – время покажет. То есть правда заключается в том, что есть закон там 10 тысяч часов. Ну мы не будем там говорить конкретно 10 тысяч часов, 5, 20 – это не важно. Ты знаешь, что такое 10 тысяч часов закон, да? Про Бетлов, да, вся эта история. Ну вот, и по большому счету я верю в то, что результат будет там, где ты тратишь свое время. Тратишь свое время на семью – будет результат в семье. Тратишь свое время на работу – будет результат в работе. Поэтому банальная история такая. Нам надо 8 часов поспать – это статистика, да? Мужчинам там нужно 7,46, женщинам, по-моему, 7,26, я не помню. Вот. Должен 8 часов поспать. Пока ты позавтракал, пообедал, поужинал, принял душ там, причесался, в туалет сходил, условно говоря, понимаешь? Куда ты доехал? У тебя остается в день 10-12 часов активно. И ты эти 10-12 часов должен потратить там, где ты считаешь, что будет результат. Но у этого всего есть как бы изюминка одна. Понимаешь? Вот такой разговор про здоровье и проблемы. Самая основная сложность всегда возникает в чем? Как задачу свою определить? То есть, как определить, что тебе делать, да? В какую сторону двигаться? И вот этот вот момент, на котором очень многие люди спотыкаются, да? Потому что, знаешь, есть такое расхожее. Многие не знают, что им делать, да вот они то, да вот… На самом деле, для того, чтобы свою задачу определить, нужно максимально стараться соединиться с своим естеством. То есть, когда ты делаешь что-то, надо пользоваться головой. А когда ты что-то важное для себя выбираешь, ты должен действовать сердцем. Понимаешь? Ты должен чувствовать, что тебе близко. А для этого есть всегда, как бы, очень простое, как бы, правило. Есть очень простое упражнение. Вот смотри, например. Вот я тебе ручку показал. Она тебе нравится или нет? Вот ты думаешь, нравится или нет? Отвечай. Нравится? Нет? Ну так, да или нет? Нет. Ну нет, но ты же знал это сразу. Ну ты же сразу это знал, понимаешь? То есть, ты сразу… Ты на самом деле… Человек – это универсальное существо. Это универсальный компьютер. Ты всегда знаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты всегда знаешь, что тебе хочется, что тебе не хочется. Просто у тебя куча за жизнь наслаивается обществом или семьей тебе навязанных вещей, которые тебе застилают глаза. И ты начинаешь думать, эта ручка, она вообще пластиковая, она дорогая, она какая-то хорошая. Может, и ты фирменная. Я сейчас скажу, что не нравится, будет неудобно, понимаешь? А по факту ты знал, что она тебе не нравится. И вот это, как бы, это основа всего. То есть, если ты, например, кайфуешь от стоматологии, ну и кайфуй. Делай стоматологию. Если ты чувствуешь, что это не твое, не трать свою жизнь на это. Тебе, как бы, обязательно жизнь откроет новые двери, она откроет тебе… Чем больше ты будешь соединен с собой, тем больше она тебе откроет что-то, от чего ты будешь получать удовольствие, понимаешь? Поэтому я считаю, что нужно быть соединенным с собой, беречь свое здоровье, управлять своим временем и, в принципе, прислушиваться к кому-то, но никого не слушать. Потому что, как бы, я очень рад вообще и стараюсь общаться с абсолютно разными людьми, в том числе с молодежью. Я кучу времени работаю с молодыми очень людьми и абсолютно не считаю, что от того, что я старше, у меня там, знаешь, есть какие-то вещи, вот там, знаешь, вот я заведомо знаю это лучше, чем кто-то. Потому что у нас классное очень абсолютно молодое поколение. Нужно не бояться ничего, не слушать никого, делать то, что ты считаешь правильным. Потому что, если ты делал то, что ты хотел, и у тебя шансы эти 50-50, ты можешь преуспеть и можешь не преуспеть. Но, по крайней мере, ты будешь чувствовать себя полноценно, что ты делаешь то, что ты хочешь. А если ты делаешь то, что ты не хотел, у тебя шансы все равно 50-50. И если ты делал то, что ты не хотел, да еще и не получил результат, ну, это будет крах. И я вижу вот этих людей, взрослых, с потухшими глазами, которые говорят, я не знаю, что я хочу. Ну, блин, вот это вот самая большая жопа, в которой как бы никому не пожелаю я оказаться. Очень интересный ответ. Ну, вот я как бы, я искренне это как бы так вижу. Ты понимаешь, меня часто спрашивают, вот ты занимаешься этой всей историей, ты не устал? Я говорю, да я как бы не устал. Мне нравится то, что я делаю, понимаешь? Мне нравится общаться с людьми, мне нравится общаться с клиентами, мне нравится вот эта вся история, когда они приходят нам в офис, мы им приносим эту чашку кофе, да, я готов сам первый пойти эту чашку кофе. Меня это не напрягает. И я тебе скажу, что если бы я чувствовал, что когда ко мне приходят люди, думаю, блин, сейчас опять перепрется этот там Иван Иванович, надо с ним опять болтать про эти имплантаты, вот этот кофе с ним пить, да я бы лучше пошел, я не знаю, что-то другое делал. Я бы этим не занимался, потому что я считаю, что, ну, Бог или Вселенная, она не создала человека для того, чтобы он мучился, понимаешь? Она создала все-таки нас для того, чтобы мы были счастливыми в рамках того, как мы свое счастье понимаем. Ну, а дальше это как бы в наших руках, если мы сами не ставим барьеров, понимаешь? И самый простой пример, к нам часто приходят люди и говорят, а, да, у вас вот классно, но дорого, это мои пациенты не согласятся. Чувак, ты как это вообще определил? Ты как это определил за своих пациентов? Это как вообще? Да ты хотя бы поговори с ними, ну, просто поговори с ними, ну, хоть попробуй. Ну, вот, вот так примерно. Я вот так вот это вижу. Ну что, друзья, большое спасибо за просмотр этого видео. Сейчас мы решили сделать для вас небольшой конкурс, небольшой розыгрыш. Сейчас Александр расскажет условия и про призы. Да, мы решили разыграть для вас два бесплатных билета на один из наших курсов. Курс вы сможете выбрать уже, наверное, в осеннем сезоне. У нас там будет курс базовый по имплантологии, курс базовый по протезированию на имплантатах, курс по удалениям. Вы сможете выбрать один из этих курсов, прийти, взять с собой друга или подругу. Это уже по желанию. А вопрос будет такой. Угадайте, пожалуйста, в каком году наша система имплантатов Ренова, изначально американская система имплантатов Ренова была выведена на рынок? Варианты можете писать в комментариях под этим видео. Еще из условий участия нужно будет быть подписаны на мой инстаграм, на инстаграм компании Альтракор. И мы выберем, собственно, из тех, кто правильно угадал, мы разыграем вот эти два приза. Это, да, два классных приза, тем более, что это классные курсы. Поверьте, будет масса-масса ярких впечатлений. И хендзон будет, и лекционная часть будет интересная. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь. Окей, спасибо большое за такую душевную, открытую, искреннюю беседу. Желаем успехов вам, вашей компании. Да, а вы следите за нами, потому что будет много всего интересного. Мы будем стараться постоянно удивлять наше профессиональное сообщество. Будет все время, все время что-то новое. Поэтому, to be continued. Окей, спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.